Добрый день, дорогие друзья! С вами программа JCTV. Музыка, творчество и всякие переживания, с которыми сталкивается человек, сегодня к вашему вниманию. У нас сегодня замечательные гости в программе группы Переплавка. Приехали специально с Украины, города Киева. Я по секрету скажу, что являюсь фаном этой команды, потому что слежу за творчеством. Мы твои фаны. Ну я тоже, мы фаны фанов. Если что-то нравится, что-то цепляет, это всегда очень здорово. Ребята, я рад вас приветствовать. Молодцы, здорово, что очень классно, что вы здесь. Обычно мы начинаем с песни или с каких-то происшествий, или с чего-то такого. Короче, рассказывайте. Ой, предшествие, вот это начали с января, пришло... Извините, я просто украинец, я буду шокать и гэкать. Я просто по-другому не могу. Это очень хорошо, шокали. Начали снимать вот такие андеграундские передачки. Вот пришло, что мы вдвоем, и ловить от музыкантов, особенно отцов, которые делали в 90-х, начинали христианскую музыку. И просто с ними открываться вот такие, не просто там про музыку, а вот именно... Ну и классно вот это, что мы говорили. Да, это новенькое у вас, да? Где можно посмотреть эти передачи? На Ютубе, на Ютубе все есть. На Ютубе, а что там набирать? Сайт, сайт тоже, скажу. Переплавка или что? Не, набирать именно как переплавка, это как юзер. Ну, переплавка Ютуб и юзер-переплавка. Ну вот люди заходят в Ютуб, что им писать, чтобы программу вашу посмотреть? Ютуб, юзер, рисочка-переплавка. А, Ютуб, юзер-переславка. Все через косую рисочку, да. Ну, это в строке. Ну и просто вот такие музыкальные передачки, награнские, ловим там паравра, там людей, открываемся, чтобы эти все темы... Я предлагаю все равно начать с песни, и мне бы очень хотелось, чтобы мы спели, а потом мы поговорим уже о широте, глубине и долгите. Хорошо, песня со скалы, припев «Все мое», припев Линды. Ну, сильная штука, я взял. Я думаю, она не обидится, они не знают. Привет, Линда. Она еще не знает об этом. Ну да, я думаю, после этой передачи она... Причем, уже сколько поколений прошло, это же 90-е, уже как бы многие даже не знают, что это Линда. Ну, я просто говорю. Недели летят, года уходят вдаль, Каждое утро тебя все не хватает, Днем я ищу, ищу, ищу тебя, На лавочке, в парке музыка играет, А мы головами в домах, в обидах, в страхе, А мы головами в офисах и в фальшах, И мысли одни для себя, для себя, для себя, для себя, для себя, Тонуй его, я лучше пойду дальше. Научи меня, Боже, Научи меня, Боже, любить своей любовью, Научи меня, Боже, думать о Тебе, Научи меня, Бог мой, чувствовать те нужды, Быть своими руками здесь, на земле. Я прыгну с огромной скалы, Прямо в океан, Твоей любви, Я прыгну с огромной скалы, Прямо в океан, Океан твоей любви, Твоей, 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 Не додали любви нам в детстве, Вот и вся суть. Пьяные отцы и страдавшие от этого мамы, Крики на кухне, но раз везде заснуть, Залечи, залечи, залечи нам, Бог, эти раны, Исцели мое сердце, Пусть будет тобой, Вадима. Хочу быть честным, всегда открытым и простым, Кофе нет заварного, попьем и растворимый. Душа для тебя, для тебя, для тебя без витрин, Научи меня, Боже, любить Твоей любовью, Ну, научи меня, Боже, думать о тебе, Научи меня, Бог мой, чувствовать те нужды, Быть своими руками здесь, на земле. Я прыгну с огромной скалы Прямо в океан Твоей любовью, Я прыгну с огромной скалы Прямо в океан Твоей любовью, Вот такая вот песенка. От клише, я думаю, так же и в вашем опыте, когда ты пишешь тексты какие-то, всегда убегаешь от клише, мантры такие, аллилуйя, шмампампуя, пурум-пурум. Стандартные такие религиозные. Да, стандартные такие. С тобой навсегда, ты и я. Да, все очень просто, это на уровне какого-то шансона, я считаю, бездарного абсолютно. Не обязательно как в стиле шансона, есть определенные русские еще, ну как бы и русское такое поклонение. Не об этом. Вот, что-то получается сейчас писать, какой-то идет процесс? Все открыто? Раньше просто когда до женитьбы, до ребенка, писал вообще мог в день по три штуки. Сейчас пишу песня три месяца, три-четыре месяца, но она идет, когда она так еле-еле идет. Но зато я не то, что там специально идет, ну просто как бы за то, что время, за то, что там пято-десято, ну а что делать, он уже как бы не посидишь на лавочке, там не поиграешь. Потому что уже куча времени забирает уже, и жизнь, и реальная жизнь, ну что же потрясать, как же. А получается как-то, то есть концерты, я смотрю, там на Украине какой-то движняк у вас хороший, там постоянно какие-то фестивали, концерты там. У нас классный движняк на Украине сейчас, в плане как бы музыки, вообще какой-то прорыв происходит, даже в плане христианства. Какая-то религия отпадает. Да, последний концерт мы делали, нас католики, пригласили в свой католический институт Аквинского, сказали, давайте сделайте в нашем институте, в нашем зале. И было 300 человек католиков, ну вот тоже классно. И получается было вместе в этом зале католики, которые, и плюс тут у нас радио открылось католическое, и они как бы меня пригласили тоже как бы помогать как ведущий. И сейчас очень как бы католики открываются, ну вот это очень классно, что идет междуцерковная, как бы открывается церковь, начинается как-то дружба, начинается вылазить скорлупы, пастыря, там, и как-то объединенно начинается что-то делать. На Хрещатике недавно были тоже как концерт, ну не мы играли, но на Хрещатике был концерт против гомосексуализма, делали христианские церкви, объединение, собрались, давайте типа. А православная церковь как-то участвует? Еще, это не созрило. На дужа, нет, она сейчас не открывается дверь. Ну да, очень заканчивается. Хранят, скрижали, хранят, понятно. Пока что-то не пробивные. Да, ну ничего, ничего, это процесс времени, потому что все понимают, что всем все равно нужна реформа, которая ведет человека к свободе. Ну, который, да, класс. К воплощению его божественного предназначения здесь на земле, естественно, да. Ну ладно, мы не особо занимаемся политикой, вот мы музыканты, поэтому мы проводники того, что нам посылается свыше обычно. Главное, чтобы этот канал был открыт. Какие еще новости, что-то такое, какие-то, может, мысли есть, переживания? За что в Украине, за... Ну, про... Ну, даже не Украина, я не знаю, даже, может быть, какие-то ваши личные. Что, есть что-то? Переживания? Да переживания вообще много. Тут выбрать бы вообще правильное переживание в жизни. Ну-ка, ну-ка. Нет, ну у него переживания, у него переживания влюбился, а не взаимно. А, вот, вот, переживание, да. Ну, Саша, это интересно, но... Когда ты меня уже сколько, ты можешь поставлять меня уже? Нет, ты плохо переживаешь, то есть влюбился, как бы, да, вот, но не взаимно, то есть, понимаешь, там люди-то молчат многие. Ну, да. В большинстве, в своем, процентов, то есть, как, я вас сотворил, я там, бьюсь, 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 а как бы, это настоящая любовь. А ты себе живешь своей жизнью? А взаимное придет и быстренько начнем. Сто процентов, если вот еще про переживания, очень, ну, я люблю очень много читать еще разную литературу, не только христианскую. Ну, а ну-ка, ну-ка, давай-ка, вот интересно, что-то там. Ну, даже любые религии, ну, я не хочу назвать авторов, там, ну, зачем это? Почему? Я считаю Далай-Лама, обалденные книги. Я считаю Оши. О деньгах, политике и о человечестве, о человеке. Класс, я считаю Оши. Оши, да, обожаю Оши. Ну, если кто-то знаком, вообще, ну, сносят вообще религию, все. Карчичное зерно, пожалуйста, тебе, там, другие, да. Да, и мне, ну, я вообще никогда не боялся даже в никакую секту попасть, там, ну, постоянно меня заносило, то, эти... Янсон Мунг, если кто-то знает, манисты, когда я проходил, ну, на семинаре, в конце мне сказали, что он Иисус Христос, который пришел второй раз. Я такой, ого, интересно, что я сказал. А при чем же, ну, они так делают, они не говорят об этом сначала. Потом, ну, и по сути, ну, очень много, ну, такой литературы попадалось. И у меня всегда, как бы, ну, вопрос, почему именно христианство? И я понимаю, что если в христианстве нету реальных отношений с Богом, если ты его не переживаешь, если он не говорит тебе, то мне кажется, что христианство, ну, по сути-то, да, толку одного-то и нету. Оно, ну, как религия становится. Опять же, просто читаешь и что-то делаешь. И, ну, и приходит понимание, что если и верить во что-то, то это иметь серьезный контакт с Богом, слышать его. Ну, то есть, если любить, короче, так любить все-таки, да. Если жениться, так жениться, знаешь, как это говорится. Ну, да. Да, это очень интересные всегда внутри человека такие поиски, потому что есть искатели, а есть люди, которые не могут искать, им не дано. Ну, да. Они просто исполнители, понимаешь, а есть постоянно, как бы… Ну, а есть техники. Да, есть техники, которые абсолютно… Кстати, без техников-то ничего, ну, у нас и вытянутся остальные. Ну, это сила, сила… Все нужны, все нужны, да, те, которые, да. Кстати, еще, если взять переживания, очень большие переживания сейчас, ну, вообще понимание церкви. И, например, вот мы смотрели только, что проповеди нам поставили по тебе, и понимаем, что оно уже, ну, вообще, оно не качает. Ну, никто это не слушает уже. Да. Вообще, это уже не тот формат, ну, реально никто это слушать не будет. И ты понимаешь, ну, сейчас вообще надо выйти с понятия церкви, которая у нас в голове. Ну, уже никого не привлекает затащить церковь, ну, посадить его на лавочку, ну, и чтобы он слушал. Вообще, все настолько сейчас начитано и наслушано. И реально, ты понимаешь… Это именно, как бы, выход. Это, как бы, не концерты играть. Для меня это было очень тяжело. И в классе подсыпали чуть-чуть. И это было не концерты играть. Потому что вышел, ты играл, а тут именно тебя так ломало, ты выходишь в люди. Просто обычные люди, и там дедушки на тебя, о, ассектанты. Но зато вот выход делами, когда ты уже не просто стоишь, говоришь, а вот именно чаёк, кофеёк, раз, давайте что-то мы помоем. Вот у нас было тоже там какие-то подворотни, подмести. Вот именно христианство, именно вот в делах. Вот именно хватит меньше говорить, а вот нам больше делать. Я, знаешь, я в последнее время, интересно, я связан давно с движением вот против наркотиков, вот это, да, антинаркотическое, и создание революционных центров. Я просто именно… У меня друг есть, у него большой революционный центр очень. Мы знаем уже друг друга около 15 лет. Вот, и я в последнее время, ты знаешь, либо же, это, не знаю, это там Бердяев, Оша, там, или там какие-нибудь глубокие богословы, там, Сурожские, я не знаю, там. Ну, такие люди, которые пишут очень глубоко. Причём, если они глубоко начинают писать, это касается всех. Вот что интересно. Мысль о Боге, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего, да, вот это касается всего мира. То есть, они говорят не о какой-то конкретной, там, о маленьком, знаешь, они говорят вот так широко, что каждого начинает касаться. И что интересно, этот процесс, он происходит также в реабилитационных центрах, я заметил, что человек приезжает туда на реабилитацию, независимо, кто ты. Мусульманин, будь иудей, будь там металлист, хардроковист, там, или там Харли Дэвисон, там, кто угодно. Вот, ты всё равно входишь в этот процесс, и тебя это касается. Это очень здорово. Я, значит, более стал переживать именно в труде. Я пошёл на свинарник, тысяча свиней, там, запах шмон, вопли, крики, там, они, и до убиения. То есть, нужно свинью в конце убить. Я не смог её убить. Ого. Вот, да, там, ну, они мне говорят, ну, давай, заходи, вот, короче, с меня, там, приехали за мясом, там, с завода, им надо, а он говорит, а парень, причём, наркоман, проходит реабилитацию, он веб-дизайнер. У него было своё веб-дизайнерское целое ателье, там, я не знаю, там, офис, работал над журналами. И вот интересно, что он, я говорю, и что? Он говорит, ну, обязательно с наркотиками, это всё как бы лучше, шире открывается, всё. Я говорю, как сейчас? Он говорит, я счастливый человек, так сказать, служу на свинарнике, у меня определённые планы уже создания новых журналов, абсолютно, с новыми, другими статьями, другой, богословски, человеческо-социально направленными, там, я вижу, что здесь происходит, говорит, и каждую свинку я люблю. И я её люблю от рождения, говорит, я её принимаю роды, и также я её убиваю. Ого. Вот, в конце, я понимаю, что это мясо, что она, как бы, она создана Богом для того, чтобы служить этому миру своим мясом, понимаешь, своим телом, салом и, так сказать, вот этим. Это, ну, такие новые, как переживания, более приходящие через жизнь, вот что интересно. Вот, у нас мало времени в этой программе, я бы хотел, чтобы вы ещё спели песню, я хочу всем сказать, что у нас группа «Переплавка» сейчас с Украины, замечательная команда, вот, Сергей и Андрей, они давно уже организовали эту команду, уже сколько группе уже? Ну, восемь. Уже восемь лет, несколько альбомов, альбомы… Ну, да. Как называются альбомы? О, «Свитер», «Утро», «Лучше золотого», «Переплавка и друзья». Свитер «Утро», «Лучше золотого», «Переплавка и друзья». Вот столько альбомов, можете зайти в интернет, посмотреть альбомчики, да. Я бы не сказал скачать, посмотреть. Ну, у нас в Украине всё равно всё качает. У нас в Украине всё равно всё качает. Кстати, заходите все и скачивайте, и раздавайте ещё всем много. У нас в Украине просто уже, мы не боремся. Я ругаюсь вообще, да, эти сайты, я просто… Ну, это Украина, просто у нас по-другому пока есть. У нас в Украине уже перестали бороться, там уже нет смысла всё равно. Мне… Ну, взрослый, я знаю, что я очень много влаживаю в этом. Я недавно посчитал, что я мог машину купить, ездить на машине у меня ребёнок, чем из-за того, что я вот это всё вложил в творчество. Да, да, да. И вот это как бы обидно, но… Так что… Ну, с другой стороны, да. То есть, и тут есть… Я последний лимон 7 тысяч долларов. Просто 7 тысяч долларов у меня пошёлся последний лимон. Слушай, так можно машинку было какую-то… Ну, конечно, можно было купить машину, а для тех, кто скачивает, написать там… Трень-брень, балалайка, у тю-тю, там… Да, да, у папа. Ну, давайте, ладно, безу папа. Это труд. Хорошо. Рисуем, но и свои картины пиши мной, Свои рассказы пои мной, Свои песни, Господи, 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 я твой. Рисуем, но и свои картины пиши мной, Свои рассказы пои мной, Свои песни, Господи, 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 я твой. Рисуй мной свои картины, пиши мной Свои рассказы пойм мной, свои песни Господи, 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 давай рисуй мной Свои картины пиши мной, свои рассказы пойм мной Свои песни, Господи, 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 я твой Свои песни, Господи, я твой песни И все просто, ну такая простенькая песня Ну сила, просто хочется, чтобы Бог меня использовал То есть ты хочешь как бы ходить под ним, ходить туда-сюда-сюда-туда? Ну да, а шо ж, а так по-другому дни просто так уходят Приходится работать вам, если коснуться материального, так сказать, существования на земле? Или приходится быть Вадимом, то есть и так, стой, иди налево, налево, пошел туда, направо Подожди, тут, наверное, я расскажу про Андрюху лучше Да ну давай я, вот 20 человек Вообще, это, наверное, самый большой конфликт, честно Просто жена говорит, где работает Да, жены Андрюхи, Андрюхи А он не хочет всяких штук, чтобы творчеством заниматься Вот мы, тем более, начали передачи, там какие-то сборники, пято-десято, там какие-то концертики, знаешь, атмосферные И он уже, наверное, раз в 50 обещал Маше, что он пойдет работать, и она погнула Говорит, когда? Ну потом, вот через месяц А где у тебя сейчас? В Киеве В Киеве, с детьми сидит, да? С одним С одним, да Просто я знаю, что надо, ну, дел, штука, штука делать Ну из-за того, что я много чего делал, уходит время, но ничего не приносит, ни гривни, как-то, ни рубля И тут, конечно, да, эта штука, это очень тяжело, потому что я знаю, ну, тем более, я тоже много денег отношу на творчество, оно все влаживается, но ничего не приносит То есть, вот то, что мы там, ну, как бы активничаем в Киеве, ну, стараемся очень быть активным Даже делать какие-то концертики атмосферные, чтобы вот кофейка наварить, небольшой зал, чтобы люди там послушали, пообщались Даже думали, кафе какое-то открыть, раз в недельку, чтобы можно было больше музыку, джазик послушать, попить, какие-то сборы, какие-то надвижухи, куча всего надо делать, потому что действительно, ну, надо делать, хватит говорить А денег не приносит, и вот это очень тяжело с женой, в этом плане, да А она сидит с ребенком, тоже не работает? Ну, естественно, куда ей работать еще? Ну, да, бывают косички пить Ну, а концерты всякие, что такое? Ничего не приносит, у нас нельзя платные концерты делать, у нас платные концерты придет 5 человек, бесплатные придет 200 человек Это, что касаемо христианского мира? Да Понятно А ты не думал, если, может быть, все-таки поменять, если у тебя идет песня, да, допустим, и ты стихотворец Ага, но у меня очень много слова «буха» у нас не прокачиваются Хорошо, ну, понимаешь, я понимаю, да, но, допустим, может быть, действительно все-таки поменять как-то и попросить этой мудрости, так называемой, там, я читаю Пастернака, читаю, там, отчасти, там, Цветаева какие-то стихотворения, там, Ходосевича, и я вдруг смотрю, что они-то все говорят об одном То есть это не конкретно, не в каждом стихе, но там много-много о жизни, о жизни, о жизни, потом бамс, вот так вот, о жизни, бамс, вот так вот, понимаешь Как Пол Маккартни, я тут читал огромную статью в интернете, там, с Украины, как одна женщина, редактор какого-то журнала «Протестант» пошла на концерт Маккартни и написала, что такой был концерт, то есть такое прям, я ощущала прям, я была счастлива, я была радостью Ну, понимаешь, то есть она была, вот, как Дешевушавец, говорит, была Богом, то есть, ну, было вот эти счастья, состояние счастья, это значит, что, как бы, ты на своем месте на земле находишься, то есть ты с Боженькой вместе, да? Они говорят, я такое счастье, а там и пишут, что общего света с седьмой, там, понимаешь Я уверен, что вот эти те люди пишут, что вот с такими мозгами, они именно те скачивальщики и те убийцы музыки, вот этой христианской, так называемой, того творчества, которое направлено на Бога, на помощь человеку, на всего такого, понимаешь Именно вот эти люди, как бы, они тем самым сами вообще не понимают, о чем идет речь И поэтому я выбрал такую позицию, вот вы меня спрашивали даже, что происходит там с творчеством Я считаю, что надо рельсы менять Я считаю, что надо подумать, подумать, помолиться И, может быть, взять, там, Океан Эльзы, там, ваши тут постоянно, у них, там, два раза в месяц концерт, кстати Я поразил У вас здесь? У нас, да, зал Битком, у нас октябрьский, три тысячи, три с половиной тысячи человек, то есть, понимаешь, то есть, может быть, на шоу-бизнес переходить, все-таки, я имею в виду, но То есть, группу заточить, как бы, и так, и так, понимаешь Я не знаю, Дросс мне написал сегодня, что, говорит, я собираюсь приезжать, там, с гастролями в Питер Да Не знаю, что там у Дросса происходит Мы с ним сняли кулинарную передачу, мы делали там рис Да, я видел, я видел, кусочек я видел, да Да, вот это классно Ну, вот, я просто мысль подкидываю, может быть, вот таким образом пойти, понимаешь, как бы, потому что Я смотрю, что люди, там, допустим, есть, там, христианский в Америке гитарист, там, Эммануэль, такой, Томми Эммануэль И, я только смотрю, он сидит на Эппле, рекламирует их микрофоны, Эппл Играет на гитаре, там, я купил этот микрофон, сейчас там, прямо в музыкальную плату, этого, Апиджи Апиджи, вмонтирован микрофон студийный, и ты прямо по USB втыкаешь эту плату, и тут же микрофон И вот так ставишь эту плату, и в нее поешь И Томми Эммануэль, у которого гитара вся обклеена Jesus My Lord, там, Jesus My Love, там, туда-сюда И он играет и представляет Эппиджи на весь мир, понимаешь, на ролике То есть вот как-то расширить такую штуку У нас время подходит к концу, давай еще быстренько полпесенки Полпесенки Ну, хотя бы что-то, да Хорошо, песенку, которую мы совместно с Косичком сделали Ну, все, сдаюсь я, возьми под стражу Я остановлен, прости, пропажу Я распластался, расплылись лица Так нахватался, хочу помыться Хочу помыться и причесаться Хочу паститься, рыдать и смеяться Хочу свалиться перед престолом И сокрушенно сравняться с полом Мне бы напиться вина духа Мне бы зарыться и отключиться И опьяненным лежать в квартире Хотя бы три дня или четыре Потом вдруг резко взять, подорваться С безумным взглядом на всех Просаться Нести послания Водиться духом Прорваться там, где Реально глухо С вами программа JCTV Это была у нас в гостях группа Переплавка Замечательная команда с Украины, с Киева И мы на этом прощаемся с вами Желаем вам самого-самого-самого наилучшего Проститься и влюбиться Сохраним себя Господь Спасибо, до свидания